Иностранцы у России у нас же сегодня, правда? Да. Поговорим мы о том, почему Россия всегда привлекала иностранцев, а в гостях у нас сегодня Евгений Юрьевич Спицын, историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, а когда у нас первые иностранцы-то потянулись, а? Ну, при Петре, наверное. Да, нет, конечно, не при Петре, а значит, смотрите... И грозно. Да, у нас, к сожалению, существует вот в общественном сознании такое устоявшееся мнение, что вот Пётр распахнул окно в Европу... Прорубил. Да, да, и... Хлыбали. Да, и, как говорил Ключевский, иноземцы посыпались, как словно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели все самые доходные места, управление и так далее. Конечно же, это заблуждение. Кстати, вот сейчас готовится к печати книга моего замечательного коллеги, кандидата исторических наук Алексея Павловича Синелобова, который на архивах, я вот это хочу подчеркнуть, составил генеалогию нескольких сот выезжих дворянских родов, главным образом, конечно, из Европы, до Петровского периода. Интересно, а сколько же этих родов было? Ну, это несколько сот. О, как много. Да, вот, кстати, на службе, например, в середине 17 века, на службе в русской армии было более 1680 иноземцев. Наемники. Да, по тем временам это довольно... Нет-нет, не наемники, а именно иноземцы, да. Например, могли служить их отцы и деды. Вот, например, знаменитый полковник Келлен, который возглавлял полтавский гарнизон во время ее осады, во времена полтавской битвы. Его отец, например, он был выжиман, который служил в русской армии, и он, кстати, принимал участие в свое время в осаде Соловецкого монастыря. Евгений Юрьевич, ну, насколько я помню, Бонапарт Наполеон-то тот же должен был в России служить, но что-то его не устроило. То ли жалование, то ли должность ему маленькую предложили. Ну, да, но это более поздние уже времена. Вот если говорить о первых волнах, значит, надо учитывать вот что. Первое. Выезды иностранцев в Россию, они всегда носили волнообразный характер и были связаны с какими-то событиями. Значит, вот в допетровский период историки установили четыре таких волны. Значит, первая волна, она была связана с женитьбы Ивана Третьего на Софьи Фоминишни-Палеолог. И именно тогда, в 1470-х, в 1880-х годах, в Россию хлынул первый поток иноземцев из Европы. Причем костяк этого потока составляли греки, или гречины, как тогда говорили, и итальянцы, или как тогда говорили, фряги. Ну, Евгений Юрьевич, все-таки время-то какое было? Она была византийская принцесса, рушилась все, и о, Византия рухнула, и, понятное дело, куда им было деваться? Уж лучше в православную Россию, чем к латинянам, к своим злейшим врагам. Вот, кстати, именно тогда возникают первые такие вот дворянские фамилии, хорошо известные как Лоскаревы и наиболее известные Тарханиотовы. Если так вспоминаете, времена 17 века, значит, один из дьяков Тарханиотов был растерзан бунтующей толпой во время московского восстания 1648 года. Теперь дальше, вторая волна, она напрямую была связана с так называемыми порубежными русско-литовскими войнами, то есть пограничными войнами 1480-1520-х годов. Это было три войны во времена Ивана III и Василия III, и именно тогда в Россию, во-первых, хлынул основной поток Гедеминовичей, те же, например, Трубецкие, Голицыны, Бельский, значит, эти, господи, Глинский и так далее, и так далее. В тогдашних документах, кстати, вот этих выходцев из Литвы, причем это все были князья родовитые, знать... Да, элита, да. Их называли Литва Дворовая, да. Почему Литва Дворовая? А потому что при дворе государя. То есть они стали, во-первых, занимать довольно высокие посты при дворе, во-вторых, они стали входить в состав Боярской думы, не только в качестве околничих или окольничих, то есть около государя, но и бояр, а боярин это был высший думный чин. Кстати, это создало и такие трения, и даже конфликты между старомосковским боярством, которое всегда составляло костяк Боярской думы. Что такое Боярская дума? Ну, фактически, это прообраз некого правительства, понятно, да? То есть когда вот в правительстве, вот представьте, да, на минуточку, сейчас будет представитель старомосковского служилого боярства, которое служило московским государем веры и правды еще со времен Ивана Калиты и Дмитрия Донского, а здесь вдруг наезжает ни с того ни к себе какая-то надемщина и претендует на такие же посты. Русский язык толком не знает, а уже туда, уже справа голоса. Ну вот, кстати, именно тогда, помимо вот этих вот известных фамилий, Гедеминовичей формировались такие роды, как Чернышевы, графский род Чернышевы, дальше Рахманиновы. А Рахманиновы оттуда? Да, оттуда, да. А я думал, тюркское какое-то у него происхождение. Нет, нет, Рахманиновы, это вот выходцы как раз из Литвы. Дальше, третья крупная волна, она была напрямую связана с Ливонской войной. Это 1558-1583 год, она продолжалась ровно четверть века. Правда, сейчас говорят о том, что это была не Ливонская война, это была серия так называемых Балтийских войн, но смысл не в названии, а в содержании. То есть, когда Россия начала войну против Ливонского ордена, то есть одного довольно слабого соперника, но после первого периода войны этот Ливонский орден приказал долго жить, и потом России пришлось столкнуться уже с коалицией европейских держав. Это речь идет прежде всего о Швеции и о Речи Посполитой, хотя там поучаствовало и Дания, и другие европейские, значит, державы. Так вот, именно к этому времени в Россию попадает огромное количество служилых, или въезжих, как их называли, причем они попадали самым разным образом. Либо они добровольно приезжали, занимая какие-то посты, должности, либо это пленные, просто элементарно взятые на поле боя, которые здесь приживались, оставались, обзаводили семьи. Ну, кстати, Евгений Юрьевич, помните, после шведской войны Петр I очень многих пленных шведов оставил как инструкторов в армии, потому что Швеция была лучшей армией в мире. Конечно, а после войны 12-го года? Ну, это уже отдельная история. Ну, так отдельная история. Вот, кстати, именно тогда в России появились такие дворянские роды, как фанвизины, а вообще-то фонфисин. Фонфисин, да. Фонфисин, это даже непонятно кто он. Может быть, это Литвин был, может быть, поляк, может быть, немец. Неважно, они все тогда писались в немцы, то есть немые, да? Ну, знаменитый Денис Иванович фанвизин, это вот потомок этого рода. Дальше Сикорские знаменитые... Тоже оттуда, я думал, поляки. Да, нет, ну, нет, ну, может быть, это и поляки. Ну, то есть это выходцы вот из Европы, которые оказались на русской службе именно вот во времена Ливанской войны. Дальше Доктуровы, знаменитый генерал Доктуров, один из героев войны 12-го года. Это, кстати, выходцы из Греции, то есть из юга Европы, да. А Барклай-де-Толли-то, кстати... Ну, Барклай-де-Толли-то гораздо уже более поздний, конечно, это шотландцы. Вот мы сейчас, кстати, к ним и подходим, потому что во времена Смуты начинается четвертая волна, и вот именно... Евгений Юрьевич, смотрите, сколько шотландцев. Лермонт, Лермонтов. Так вот я про него и говорю. Брюс Яков Велимович, вообще, царь, королевский рост. Да, да. Рот. Ну, да, там много, да. Барклай-де-Толли, сколько шотландцев. Маленькая Шотландия, пол-России шотландцы. А, друзья, давайте мы сейчас послушаем наш репортаж. Кстати, я прошу прощения, вот Лермонты, да, они как раз и появляются во времена Смуты. Причём, да, вот тут уже чётко речь идёт о том, что это шотландцы, вероятнее, выходцы из Единбурга, и там уже род такой старинный, что называется, проверенный веками. Кстати, мало кто, может быть, знает, но одним из представителей этого рода был не только Михаил Юрьевич Лермонтов, но и Пётр Аркадьевич Столыпин. В исторической перспективе, если назад отмотать, вот как в России относились к иностранцам, и как сами иностранцы относились к России? Слушайте, в России вообще всегда относились к иностранцам нормально. Я вам объясню причину этого нормального отношения. Дело в том, что в России, в отличие от других народов, по крайней мере, которые окружали её, тех же германцев, тех же народов Кавказа или тюркских народов, была не родовая община, не кровно-родственная община, а территориальная. И в рамках этой территориальной общины спокойно инкорпорировались любые пришлые инородцы и иностранцы. А вы только что рассказывали нам про Боярскую думу, которая болезненна. А это или и так, это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Это была борьба, так сказать, за деньги, за собственность. Там вот этот этнографический или национальный аспект, условно говоря, я, конечно, это беру в кавычки, никоим образом не брался. Это были просто чужаки, пришедшие с чужих земель и претендующие на какую-то особую роль в управлении государством. Это и сейчас всегда существуют кланы, правящие элиты. На той же самой Украине. Когда власти ведь приглашались туда к себе министров, иностранцев, вот буквально в наши дни. Из Грузии. Ну, их трудно назвать иностранцами. Слушайте, это либо все-таки уроженцы... Причем грузины-то... Нет, нет. Это все-таки уроженцы Советского Союза, то есть все бывшие граждане Союза СССР. Нет, не все граждане. Из Америки там министр... Была министр, да, из Америки. Ну, это единичные случаи. А если речь идет... Здравоохранение. Да, если речь идет о, так сказать, америкациях, канадциях и так далее, но все равно они имеют какие-то этнические украинские корни. То есть их либо дедушки, бабушки, либо родители, они были выходцами с Украины. Ну, большую роль это играет. Так, ну, я вообще бы на это не стал обращать внимания. Слушайте, вот эти все марионетки, которые там в украинском правительстве... Ну, бог с ними, Евгений Викторович. Да, я вообще не хочу про них говорить. Еще раньше вы сказали, что это было связано с общиной, но, по-моему, еще раньше, потому что я помню, когда Гумилева спросили, он стоял, профессор Гумилев стоял рядом с бюстом Ярослава Мудрого, реконструкции Герасимова, кто говорит, а почему у него такой монголоидный прищур и скулы, на что профессор Гумилев сказал, ну, понимаете, славянским племенам было омерзительно такое чувство, как расизм, поэтому скрещивались со всеми направо и налево, направо и налево. Ну, слушайте, ну, Лев Николаевич Гумилев, он, с моей точки зрения, все-таки не историк. Ну, тем не менее. Он, может быть, географ и так далее. Вот его теория этногенеза, она вообще попахивает таким расизмом и фашизмом, потому что все-таки этнос – это не биологическое понятие. Надо вот это четко понимать, у нас путают все время. Это все понятно. Этнос – это прежде всего социальное понятие. Вот возвращаясь к нашим дорогим иностранцам, я хочу сказать, что ведь в Царской России, до Петровской России, была создана целая система управления этими иностранцами. Значит, при Иване Грозном во времена Лимонской войны был создан так называемый панский приказ. В 1620 году этот панский приказ станет называться иноземным приказом. Ну, это как сейчас у нас визы выдают. Нет, нет, нет. Вид на жительство. Именно этот приказ ведал вопросами найма на государевую службу. Этот приказ ведал вопросами обеспечения землей, денежной помогой, то есть окладом или содержанием и так далее, и так далее. Причем, что интересно, все въезжие роды, так называемые, они делились на новых и старых, но самое интересное, что они делились на две категории по иному обстоятельству. Интересный термин. Значит, были либо кормовой иноземец, которому полагался ежегодный или ежемесячный корм и денежный оклад, либо поместный иноземец, которому за службу полагался поместье, то есть, понятно, да? Понятно, земля. Да, земля и денежный оклад. Причем, что интересно, до 1650-х годов выморочные поместья, то есть, где не было наследников, они выдавались только иноземцам, передавались по наследству. Вот интересный момент. В студии Александр Хабургаев и Алла Волохина, а также вместе с нами историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета Евгений Юрьевич Спицын. И говорим мы об иностранцах в России. Алла, ну вот, кстати, по поводу вашего вопроса, по поводу министров, Евгений Юрьевич, я же вспомнил. Граф Кападистрия, грек, он же был министр иностранных дел в Российской империи. Нет, они не селероды. Не селероды, да, пожалуйста. Так что у нас тоже такое было. Кстати, не селероды, на минуточку. Во-первых, они во времена Александра I вместе начинали служить в Министерстве иностранных дел. Вел одно время они даже были, ну, как бы мы сейчас называли бы это, со-министрами. То есть они просто ведали разными направлениями. Нет, разными направлениями в Министерстве иностранных дел. Они как раз тогда только-только будут созданы министерства вместо петровских коллегий. Так вот, правда, это продолжалось недолго. Кападистрия потом станет, кстати, первым президентом Греции, но будет... Премьер-министром. Нет, президентом Греции. Президент он был, да. Это после Атона, когда свергли вот эту чету, да? Да, да, после освобождения Греции от Османского иго он станет первым президентом. Иоанн Антонович Кападистрия, но будет убит. Кстати, убит был из-за того, что пророссийская политика, и там английский след четкий прослеживается в этом убийстве. А, значит, Карл Васильевич Несельроды, он на минуточку занимал пост министра иностранных дел 40 лет, с 1816 по 1856 год. Ни один человек в истории России, да и не только в истории России, так долго не занимал пост главы внешнеполитического... У нас был, конечно, рекордсмен свой, это Андрей Андреевич Громыко. А сколько Громыко просидел? Да, он занимал пост министра иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, 28 лет. Вот так вот. Да, долго, кстати, занимал пост министра иностранных дел Александр Михайлович Горчаков. Он занял этот пост после как раз ухода Несельроды в 1856 году, а покинул его в 1882 году. Ну, не будем от итальянцев. Да. То есть, от иностранцев. Да, я последнее, что хотел сказать, применительно, это очень любопытные две вещи, даже три вещи. Значит, смотрите, по царскому указу иноземцы не могли продавать свои земельные владения, даже вотчины. Более того, если у иноземца оставалась вдова, она получала с поместья пожиток, то есть, с которого кормилась, и если она хотела вторично выйти замуж, то она могла выходить за русского дворянина только без поместного. Если она выходила за помещика, у ней вот этот вот вдовий, так сказать, прожитых забирали. И ещё любопытная вещь. Основные земельные владения иноземцев, ну, это вот так сложилось, были всё-таки на северо-западе и севере России. Это Кострома, Галич, Углич, Ярославль, Вологда, немножко... А почему именно эти регионы? Ну, вот так, потому что это промысловые были главным образом всё-таки регионы, где помимо землепашества была активно развита торговля и, значит, всевозможные рыбные промыслы, ремесленные промыслы. Но если это вот брать чуть поближе к нам, то, например, активно заселялся Коломенский уезд. Ну, вот будущие, да, будущие московские губернии, например, Муромский уезд, современные Владимирские губернии. И последнее, что я хотел сказать. До реформы патриарха Никона и вообще до восшествия патриарха Никона на патриарший престол никаких особых кар в отношении иноземцев со стороны власти не применялось. А что, Никон спровоцировал какие-то камеры, да? Да, Никон фактически спровоцировал, потому что началась активная борьба с нехристами. Вот так. То есть, да. То крестились же многие, я знаю. Ну, это вот их заставляли, по сути дела, после никоньянской реформы. Именно тогда при Никоне, кстати, начинается сселение иноземцев в такие, ну, анклавы закрытые. Вот, например, немецкая Слобода в Москве, знаменитый Кукуй. Да, да, да. Когда возникла? Она тогда и возникла. То есть, всех, условно говоря, протестантов, то есть, неправославных. Представление православных, кто такие католики и протестанты. Это схизматики. Что такое схизматика в тогдашнем представлении? Еретик. Еретик, да. Понимаете? Абсолютно. Ни в коем случае не должны были с еретиками вместе жить, значит, общаться и так далее. Ну, вот, кстати. Поэтому вот это вот и происходит. И церковь в данном случае, она выступала активным поборником не то, что не допущение иностранцев вообще на русскую службу, а вообще принижение их статуса. Вот вы, кстати, обратите внимание, когда возник первый серьёзный конфликт Петра I с церквью, именно тогда, именно по этому поводу. Именно поэтому довольно круто Пётр будет вести себя в отношении церкви вообще. И вся эта история закончится, во-первых, ликвидацией патриаршества, а затем и учреждением фактически министерства по духовным делам так называемого Святейшего Синода Русской Бравославной Церкви. Ну, если вы уж Петра Алексеевича вспомнили, то вспомним, кто на него имел колоссальное влияние. Тот же Лефорт. Лефорт, да. А Лефорт, он был кальвинист. И все те гигантские деньги, которые он выкачивал за Россию, он отправлял в свою кальвинистскую овчину. Естественно, да. Ну, таких, кстати, вот протестантов, ну, кальвинисты, просто я напомню нашим уважаемым слушателям, это одно из отвлеклений протестантизма. Кальвин – это знаменитый проповедник, живший в XVI веке на территории Швейцарии, поэтому именно Швейцария была таким вот неким оплотом кальвинизма. Кстати, активно идеи кальвинизма развивались по Франции. Те же гугеноты многие исповедовали именно идеи кальвинизма. Ну, гугеноты. Да, в то время как, например, в Германии, чуть севернее, главным образом исповедовали все-таки идеи Лютера. Поэтому в Германии победили идеи лютеранства. Но они отличались в таких вот как бы нюансах. В целом, в целом, вот центр Европы и север Европы в результате этих религиозных войн, значит, оказался под пятой именно протестантов. Ну, бог с ними. Скажите, а иностранцы, они ведь приезжали в те времена не то, что там на пять лет по контракту, а они приезжали сюда жить. На ловлю счастья чинов. Да, вот абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Да, многие из них так и делали. Кстати, они сознательно это делали. Знаете почему? Во-первых, в Европе, особенно вот к концу Средневековья, начало Нового времени, то есть это вот где-то вторая половина XVII века, начало XVIII века, такое количество вот этих вот дворянских родов образовалось, что на всех землицы не хватало. В Россиюшке-то. А в России ее полным-полно. Там примагенитура была, там только старший сын наследовал. Это так называемый принцип Майората абсолютно правильно, который, кстати, потом попытается ввести Петр I, но у него ничего не получится. Будет издан, по-моему, в 1714 году указ о единонаследии, там будет приравнено в отчинное поместье, и плюс введен принцип Майората. Но этот принцип, во-первых, не закрепился в обыденной практике, а потом при аняновне он вообще будет, что называется, отменен. Да, вот, значит, в России огромные земельные владения. Земли много. Да, возможность продвигаться по службе иностранцев в России любили, особенно образованных иностранцев. Им платили двойные и тройные оклады, не только в армии, но и на государевой службе. Все это ценилось, кстати. Но образование, которого здесь не хватало. Ну, там дело даже не в этом. Вот, возьмите того же Астермана Андрея Ивановича, да? Кто он был-то, господи? Там у себя в Вестфале, это никто там, да? Или Миних, например, Бурхард, да? Он выходец из Нижней Саксонии, из, по-моему, Альденбурга, да? Вот таких выходцев было полным-полно. Они сделали здесь блестящую карьеру и военную, и гражданскую. Но при этом я хотел бы развеять вот такие вот, ну, какие-то обыденные, что ли, обывательские представления о том, что все это были враги России, что все это были, в общем-то, ловцы там счастья и чинов. И все только и мечтали, как пограбить Россию, матушку, и навредить, и попакостить, и так далее. Нет, конечно, эти люди служили. Они в России обрели вторую родину, они служили ей верой и правдой, так, как они понимали это. Они служили верой и правдой государям. Кстати, я напомню знаменитые слова Николая I, произнесенные им после подавления восстаний декабристов, когда он потерял полностью, значит, веру вот в это родовитое русское дворянство, аристократию. Он говорит, русские дворяне служат государству, а немецкие дворяне служат государю. Поэтому он и опору сделал на вот эту немецкую, так сказать, прослойку в русском дворянском классе. Но он не был первопроходец в этом. Возьмите, например, 18 век, особенно времена Анны Иоанновны. Ну, это понятно. У нас цари-то были немцы. В том числе, да. Сколько там? Одна 56-я, по-моему, русской крови в последнем государе была или что-то в этом роде. Ну, кстати, я хочу сказать, тот же Миних, например, он, это победитель турок, например, в Крымской войне 1935-1939 годов. Потом он принимал участие в войне за польское наследство 1933-1935 годов. Но он же был прекрасный инженер, гидротехник. Ведь та система, например, фонтанов, петерговских фонтанов, которая до сих пор наше воображение восхищает, это дело рук именно Бурхарда Миниха. Кстати, Константиновский дворец, именно он сказал, ни в коем случае не строить на этой заболоченной местности вот систему этих фонтанов и так далее. Понимаете, у нас не было тогда таких специалистов. У нас осталось три минуточки. Бурхарда Миних, он, конечно, принимал участие в дворцовых интригах, политической патентах. Ну, не без этого, не без этого. Но это не без этого, конечно. Евгений Юрьевич, я вот что хотел спросить. Вот Маркиз Декюстин в своей достаточно лживой книге, но все-таки он, путешествуя по Николаевской России, пишет о том, что, говорит, я бывал во многих странах. Но, говорит, в России меня потрясло вот это вот преклонение перед иностранцами. Любой спор иностранца и аборигена во всех странах Европы решается в пользу аборигена. А вот в России в пользу иностранцев. Послушайте, ну, это преклонение, послушайте, это преклонение было среди себе равных. То есть, эта дворянская прослойка преклонялась перед иностранщиной, понимаете? Отсюда и иностранные гувернёры, отсюда и общение между собой на французском языке и так далее. Это речь не шла о огромной массе простого русского народа. Ну, извините, гувернёры, это месье Абель, французы-боги, это же всё после войны с Наполеоном оставались, им куда обдеваться было? Ничего подобного. Вообще, практика наёма гувернёров, она... Ну, была и раньше, понятно. Да, она при Екатерине II, например, расцвела пышным цветом. Другое дело, что тогда в гувернёрах в основном были немцы, англичане, шведы, датчане и так далее. Французская вот эта вот волна, она возникнет накануне войны, особенно после войны 12-го года. Но если Куракин говорил и на том французском, на котором говорили и думали наши деды, писал Толстой, значит, это лет 50 ещё до Наполеоновской войны. Конечно, конечно, да. Понимаете, когда дворянское сословие приобретает статус благородного сословия, то есть знаменитого манифеста о вольностях дворянских 1762 года. Ведь до этого дворянское сословие-то было служилое сословие. Не случайно, кстати, в русской исторической науке была создана целая государственная школа, и закрепощение сословий Соловьёв, Кавелин и другие начинали именно с дворян. Вот это знаменитое уложение о службе Ивана Грозного 1556 года. То есть государево-ратная служба – это обязанность служилого сословия. Понимаете? А почему мы в армию иностранцев не берём, а? Когда был издан этот манифест, Ключевский написал, что по логике вещей на следующий день Пётр III должен был подписать такой же указ об освобождении крепостных крестьян. И он действительно был подписан в тот же день, 19 февраля, только через 99 лет, в 1861 году. 40 минут, друзья, у нас остались. 40 секунд. Полусекунд, да. Ну что, получается, что без вклада иностранных образованных специалистов и военачальников Россия, наверное, была бы другой? Другой, да. Она была бы объединена, конечно. Надо отдать должное тем иноземцам, иностранцам, которые приумножили славу России, её, так сказать, историческое значение для всей мировой цивилизации. Не надо представлять дело, что все иностранцы, иноземцы, которые сюда пребывали с незапамятных времён, это какие-то враги, какие-то там... Да и, по-моему, не надо этого стесняться. Всё-таки это достаточно интересная страница нашей истории. Конечно. Евгений Юрьевич Спицын, историк, был у нас в гостях, и мы, Алла Волохина и Александр Хабургаев, с вами прощаемся. До скорой встречи. Надеюсь, до завтра. Спасибо, друзья, всем, кто был с нами. До свидания.